Этим Ивам больше 30 лет. Валентина Беленина сама высаживала их вместе с соседями, как только заехала в новый дом. В 80-х жители хотели разбить здесь собственный сквер. Но теперь пенсионерка переживает, что от деревьев может ничего не остаться. По словам Валентины, местная предпринимательница уже вырубила часть зеленых насаждений. Говорят, что раз у нее давно все оформлено официально, то мы ничего сделать не можем. И что эти деревья, которые она вырубила, ну не такие уж они как бы хорошие были. Как бы они начинали болеть. Но сколько я знаю, деревья здоровые. И никакой болезни у них нет. У жителей дома на братьев Кошириных уже несколько лет идет война с бизнесвумен. Руководители сети цветочных магазинов планируют рядом построить здесь центр ландшафтного дизайна. Сейчас активно идут работы. Постоянно одни и те же разговоры, что в новостях, что с администрацией, что будем зеленение, будем садить деревья, будем этот город улучшать. И одновременно что ли спиливать? Им 40 лет. Так-то. Они же долго растут. Местные надеялись на поддержку чиновников, но их так и не услышали. Разрешение на строительство центра дали в прошлом году. Впрочем, несмотря на бурную реакцию жителей, руководитель цветочной сети уверяет, новый объект не затронет ни одно дерево. Приглашаются геодезисты. Геодезисты ставят точки, которые потом мы должны по этим точкам издать это здание. Понятно? Как оно вписывается? Ни одно из деревьев не трогается. Как объясняет Вера Соколова, это будет уникальное арт-пространство. В Челябинске нет ничего подобного. Женщина намерена открыть здесь школу для флористов и ландшафтных дизайнеров. Строительные работы планируют завершить к осени.